Вот, кстати, интересно, можно напомнить о двух пророчествах. В Библии, вы знаете, там пророки были, они пророчествовали. И в основном это были пророки все, что связано с Иудеей древней, с Израилем. И вот там народ ждал Мессию, который должен прийти и сделать их жизнь счастливой. И люди мечтали об этом, когда этот Мессия придет. А пророки пророчествовали об этом и говорили, вот придет Мессия, сделает нашу жизнь счастливой и так далее. Вот два пророчества. Одно пророчество Соломона, а другое пророчество Исаия. Соломон, пророк, он говорит, ждем Мессию, а его все нет. И он придет, и будет он мучим, истезуем, властями, будет подвергаться унижениям. Но Бог не отдаст своего посланника на унижение, на смерть. Он его спасет, возвеличит, и он будет во глазах народа великим человеком. И каждый человек за свои грехи будет отвечать сам. Перелистаем несколько страничек, выйдем на пророчество Исаия. Исаия пророчествует, он говорит, ждем Мессию, а его все нет. И он придет, и будет мучим, истезуем, и будет послан Богом на мучительную смерть. Как агнец он будет введен на заклание. И он будет предан мучительной смерти и возьмет все грехи на себя. Вот два пророчества. Давайте порассуждаем. Одно пророчество, там говорится о чем у Соломона, что каждый человек за свои грехи должен отвечать сам. Его суть заключается в том, что Бог своего посланника не обидит. Зачем ему предавать и убивать того, кого он послал? А второе пророчество, там все наоборот. Придет посланник, Бог его отправит на мучительную смерть, и он возьмет на себя все грехи остальных. У меня вот вопрос. Как вы считаете, какое пророчество от Бога, а какое не от Бога? То есть каждый человек за свои грехи должен отвечать сам или один за всех. Но ответ напрашивается сам собой. И тогда возникает вопрос. Вот эта информация, полученная пророками, она вся от Бога? Ну, вписанная имеется история и в Библии. Ну, сразу очевидно, что нет. Вот чтобы у людей не возникали такие вопросы, в западных изданиях Библии пророчество Соломона просто изъято. Вы там его не найдете, чтобы у людей не возникало никаких вопросов. Должен вам сказать, что этот вопрос хорошо описан в работе внутреннего предиктора СССР мастера Маргарита Гимн Демонизму, либо Евангелия Беззаветной Веры. Почитайте, там это очень хорошо описано.